Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Восстановить здание и сохранить советский антураж. Глава города Елена Лапушкина проверила, как идет ремонт ДК Литвинова в Кировском районе. Его вышли в Иверском монастыре, чтобы поддержать братский народ, и это помогло одержать победу. А сегодня отмечают день легендарного символа русско-болгарской дружбы Самарского знамени. День, когда все двери будут открыты. Самары готовятся встретить традиционную акцию «Ночь музеев». Разговоры о важном в новом формате. Ученики 132-й школы города встретились с участниками специальной военной операции. От баяна до гитары, от танцоров до певцов. Ежегодный фестиваль «Самарская вишня» в этом сезоне собрал на сцене 150 лауреатов. Символ российско-болгарской дружбы. 18 мая отмечают День Самарского знамени. 146 лет назад его вышли монахини Иверского монастыря, когда началась освободительная борьба балканских народов против османского владычества. С этим знаменем славяне одержали победу. Оно с тех пор находится в Болгарии, а копия в Иверском монастыре в Самаре. Подробности в нашем сюжете. В 1875 году началась освободительная борьба балканских народов против османского владычества. В дружины стали записываться тысячи добровольцев из России. Передовые самарцы тоже не остались в стороне. Группа городских гласных при поддержке купечества решила изготовить особое самарское знамя для вручения его сражающимся против турок славянам. Главным организатором стал гласные думы Петр Алабин. Эскиз знамени разработал самарский художник Николай Симаков, а в жизнь его воплотили монахини Иверского женского монастыря. Знамя – это символ, прежде всего, победы, которая вдохновляет русский народ, пробуждает чувство ответственности перед Богом, своей верой, дает силы, уверенность. Господь помогает. Память вот этого события, изготовленного знамя, населенностью Иверского монастыря и дарованного полченцем, она сыграла особую роль. Когда была одержана победа, мы знаем, что есть памятник, ошибки, храм, и память о русском сражении с турецким игом, помощь болгарскому народу православному сыграла важную роль. На одной стороне красно-бело-синего полотнища, в черном кресте, украшенном золотыми арабесками, равна апостольные Кирилл и Мефодий, на другой – икона Иверской Божьей Матери, во имя которой в Самарии был основан женский монастырь. Сегодня нашему воинству, в том числе нашим землякам, самарцам, приходится выполнять свой воинский долг, как Владыков сказал, проявлять жертвенность в защите людей, в защите мирного населения, в защите ценностей нашей страны, нашего народа. И сегодня, как и 146 лет назад, самарское знамя, которое вручил губернатор нашим воинам еще весной прошлого года, также защищает, оберегает и настраивает наших воинов на доблесть при защите сегодня уже от нацизма. В честь знаменательной даты в Иверском монастыре отслужили молебен, после чего цветы к могиле Петра Алабина возложили Сергий, митрополит Самарский и Новокубышевский, Александр Фетисов, заместитель председателя правительства Самарской области, глава Самары Елена Лапушкина и председатель Думы городского округа Самара Алексей Дегтев. Это колоссальная моральная поддержка. Ее трудно даже соизмерить, что важнее, современное вооружение, обеспеченность продовольствием, либо вот это вера, за что я воюю, кого я освобождаю, и что будет, если мы не объединимся, не встанем в защиту Отечества. Сейчас вышитый монахинями Иверского монастыря знамя хранится в Болгарии, а его копия на Самарской земле. Виктория Шарая, Николай Епифанов, События. Восстановить здание и сохранить советский антураж глава города Елена Лапушкина проверила, как идет ремонт Дека Литвинова в Кировском районе. Монументальное здание было построено в начале 60-х годов прошлого века по проекту московского архитектора Тарасова. В строительстве участвовали коллективы цехов завода «Прогресс». Здание возводили под непосредственным контролем директора завода Виктора Литвинова, имя которого позже и присвоили Дому культуры. Мы побывали на месте и расскажем подробности. В ДК Литвинова Кировского района продолжается ремонт. Здание преображается как снаружи, так и внутри. При этом весь советский антураж Дворца культуры обещают сохранить. Как идут работы, проверила глава Самары Елена Лапушкина. На данный момент, по словам подрядчиков, близятся к завершению электромонтажной работы. В ближайшее время приступят к прокладке слаботочных систем, сетей телефонизации и интернета. Идут работы по созданию систем водоснабжения и канализации. Система отопления функционирует уже второй год. Продолжаются работы по восстановлению фасада здания. В процессе реставрации эксперты пришли к выводу, что колонны надо укрепить. После укрепления приступят к облицовке гранитом. Сейчас вот здесь мы это заканчиваем низко, встаем на эту колонну уже выше подготовительной работы. Так поэтапно будем ходить на каждую. Здание является памятником культурного наследия в целом, но охраной статус также имеют отдельные элементы – мозаичные панно, аутентичные люстры, которые сейчас на реставрации. Что касается архитектурных элементов резок и живописи, эта работа выполнена в объеме 100%, за исключением частичных архитектурных элементов, которые находятся в местах производства отделочно-реставрационных работ. Они поэтапно восстанавливаются. То есть это кронштейны, карнизы. У нас создано здесь производство на заводском шоссе. Там у нас ведется реставрация люстров. Двери все демонтированы. В большинстве своем они останутся оригинальными. Их сейчас реставрируют и частично восстанавливают. Идет подбор фурнитуры. Но в санузлах и там, где требуют этого противопожарной нормы, установят современные двери. Напомним, после реставрации в ДК Литвинова планируют открыть три больших зала – концертный, театральный и конференц-зал. Предполагается, что у каждого зала будут свои отдельные гардеробы, гримерные, буфет. Кроме того, в обновленном Дворце культуры предусмотрели танцевальные и вокальные классы, студию звукозаписи, зал единоборств, спортзал для командных видов спорта и мобильную библиотеку. Светлана Кудрявцева, Константин Головин, События. Инженерные коммуникации «Самары» начали готовить к зиме. Актуальные работы и предстоящие задачи обсудили в этот четверг в Департаменте городского хозяйства и экологии на еженедельном заседании штаба по подготовке к отопительному сезону. Первый заместитель главы «Самары» Владимир Василенко рассказал, что в этом году планируют перекладывать трубы теплотрасс на 26 объектах. По 18 из них подрядчики уже определились, остальные в стадии заключения контрактов. Работа в этом направлении продолжится. Решаются вопросы и относительно оставшихся дополнительных объектов ремонта и реконструкции теплотрасс. Напомню, подготовка коммуникации к зимнему сезону – это ежегодный и необходимый процесс, от которого зависит бесперебойность поступления отопления горячей воды в жилые дома и социальные учреждения. С конца минувшей недели работать начали на сетях по улице Шостаковича. В прошедший отопительный период на участке фиксировалось несколько технологических повреждений. Его включили в план перекладок в первоочередном порядке. Протяженность реконструируемой теплотрассы – около 239 метров. До конца суток 8 июня на улице Шостаковича действуют ограничения движения транспорта – от Чапаевской до Куйбышева. После основных работ подрядчик должен восстановить благоустройство территории. Это не единственный объект в центре города, где в текущем сезоне предстоит обновить теплотрассы. Специалисты в ближайшее время готовятся выйти и на другие адреса. Работать планируют на улице Алексея Толстого на двух участках, переложат трубы на Волжском проспекте рядом с Ульяновским спуском, а также сети по улице Льва Толстого между Галактионовской и Самарской. Помимо этого рассматривается вопрос перекладки на улице Куйбышева от Некрасовской до Площади Революции. Подрядчики на этих объектах разные, все нацелены завершить работы в исторической части города к 1 августа. На урок мужества в 132-ю школу Самары пришел участник специальной военной операции. Он встретился с учащимися и рассказал об обстановке на поле боя, а также о своем необычном увлечении. На досуге в перерывах между боевыми задачами мужчина пишет картины. На встрече побывала наша съемочная группа. Михаил Ермоленко продолжит тему. Боец противовоздушной обороны провел урок мужества в рамках празднования Дня Самарского знамени в 132-й школе, но также посетил местный музей, посвященный одной из главных реликвий города. В музее учебного учреждения, пожалуй, самая интересная экспозиция о Самарском знамени. Его копию изготовили на уроках технологии руками учащихся. В прошлом году губернатор Самарской области Дмитрий Азаров также передал землякам, которые добровольно отправились на спецоперацию, другую копию реликвии. В день Самарского знамени участника специальной военной операции Константина аплодисментами встречают в актовом зале 132-й школы. Сегодня у учеников прошел необычный урок. Боец на передовой практически с первого дня. Ему есть, что рассказать подрастающему поколению. Константин – профессиональный военный, на службе более 15 лет. Вместе с бригадой военнослужащие защищает Белгородскую область от обстрелов. Подобные встречи со школьниками важны для патриотического воспитания, говорят учителя. Молодежи необходимо знать о событиях, которые еще не описаны в учебниках истории. Во время встречи с учащимися военнослужащий не только рассказал о своей работе, но и продемонстрировал произведения, которые получаются у него на досуге, в перерывах между боевыми задачами. Константин – художник-самоучка, живопись – его хобби. Правда, холст защитник выбрал нетрадиционный. Рисует свои картины на осколках от люков, которые находят после пуска ракет системы ПВО. Одну из своих работ военнослужащий привез в Самару и подарил музею 132-й школы. Идея заняться необычным искусством пришла Константину в августе прошлого года. Во время отдыха, после дежурства, я решил в свободное время что-то изобразить, потому что рисовал, в принципе, всю жизнь. И что изобразил – это наша пусковая машина с заряженными ракетами. И первая работа – это пошла, конечно же, командиру. Это был сувенир, который очень понравился. В конце встречи учащиеся задавали вопросы бойцу, а также смогли вживую увидеть работы военнослужащего художника. Михаил Ермоленко, Николай Пифанов. События. Помочь тем, кто потерял надежду на благоприятный исход, уполномоченная по правам человека в Самарской области Ольга Гольцова провела прием граждан вместе с руководителем Следственного управления Следственного комитета России по Самарской области Маратом Галихановым. На приеме рассмотрели 11 дел, которые поступили по обращениям жителей региона и города. Тему продолжит Сергей Кизоркин. Екатерина Емелюшина пришла к уполномоченному по правам человека Ольге Гольцовой за помощью. Два с половиной года назад отец Екатерины умер в больнице. Врачи лечили его экспериментальными лекарствами без точного диагноза. Жительница Самары хочет добиться справедливости в суде. Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Никакого дисциплинарного даже взыскания никто не получил. Они продолжают в кавычках лечить. Я сразу же после случившегося звонила в приемную Бастрыкина Александра Ивановича и просила посодействовать в центральный аппарат Следственного комитета Российской Федерации. Чтобы эффективно и оперативно рассматривать обращения граждан, уполномоченному по правам человека помогают профильные специалисты. Прокуроры, министры, главы муниципальных образований, а также руководитель Следственного управления Следственного комитета России по Самарской области Марат Галиханов. Такие встречи он планирует проводить регулярно для более плодотворной работы своего ведомства. Задача однозначно объективно разобраться в каждой ситуации, докопаться до истины и принять законные и обоснованные процессуальные решения. Мы слышим заявителей, заявители слышат нас, мы обсуждаем какие-то вопросы, где есть возможность что-то ускорить, что-то дополнительно сделать. Вот мы это, естественно, реализовываем. Сегодня в приемную полномочного по правам человека рассмотрели 11 уголовных дел. Прием ввели по предварительной записи, чтобы максимально эффективно решить все поступающие от граждан вопросы. Хотелось бы, чтобы это было, наверное, примером для тех следователей, тех сотрудников Следственного управления, которые должны знать, что когда-то наступит еще второй прием с начальником следственного управления. А наши граждане должны быть уверены в том, что мы будем контролировать деятельность рассмотрения и расследования уголовных дел. Все дела, поступившие к уполномоченному по правам человека, взяли на особый контроль. В ближайшее время они будут доведены до логического завершения. Сергей Кизоркин, Игорь Казановский. События. Снизить аварийность на дороге и предотвратить трагедии. Общественный совет при ГУМВД России по Самарской области запустил флешмоб «Дорога без трагедии», к которому присоединяется все больше неравнодушных людей. Как поддержать флешмоб, расскажем далее. Народные артисты и герои России, спортсмены, профессиональные автогонщики, блогеры, врачи и люди, пострадавшие в дорожно-транспортных происшествиях, принимают участие во флешмобе «Дорога без трагедии», запущенном Общественным советом при Главном управлении МВД России по Самарской области. Его цель – снизить число ДТП на дорогах региона. Водитель заснул за рулем, я сзади не пристегнулся и от удара коленями пробил переднее сидение. Теперь приходится хромать. Так что даже на заднем сидении надо пристегиваться. Прежде чем сесть за руль пьяными, вы хорошо подумали, с кем будет жить ваша жена после вас? Кто будет растить и воспитывать ваших детей? Кому нужны ваши родители? Присоединиться к онлайн-флешмобу «Дорога без трагедии» может каждый. Самарцев просит не оставаться равнодушными, ведь это может предотвратить аварию и спасти человеческие жизни. Если мы будем соблюдать правила дорожного движения, то ДТП будет меньше. Меньше будет потребность донорской крови, больше будет спасенную жизнь. Поломаться можно ежесекундно, а вот восстанавливаться очень долго, поверьте. Я весь переломанный после мото-ДТП. Я не успел затормозить. Чтобы присоединиться к флешмобу, достаточно снять короткое видео на камеру телефона, в котором озвучить свой эмоциональный призыв к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения. И видеоматериал прислать в мессенджер сообщества Главного управления МВД России по Самарской области, указанной на экране. Его смонтируют и разместят на площадках в сети интернет. Виктория Шара и события. Продолжение следует... Культурные и творческие площадки Самары готовятся встречать традиционную акцию «Ночь музеев». В этом году также особенно популярны пешие экскурсии по городу. Уже организовали больше 30. Примут самарцев и гостей города самые популярные пространства, такие как детская картинная галерея в особняке Клотта. Михаил Ермоленко узнал подробности полной программы «Ночи музеев» и расскажет в сюжете. Традиционную «Ночь музеев» в Самаре встретят 20 мая. В этом году все события этого дня объединены темой «История и истории». А как известно, в столице губернии многие здания хранят свои легенды и мифы. За каждой городской площадью скрывается своя история. Множество интересного можно узнать и о музеях Самары. Поэтому без пеших экскурсий не обойтись. Их на время акции организовали более 30 штук. Профессионалы и экскурсоводы-любители познакомят жителей гостей со знаковыми местами. Так представители детской картинной галереи расскажут интересные факты и истории о двух местах в исторической части города – Хлебной и Самарской площадях. Две интересные, богатые истории локации. И сначала будет экскурсия по району Самарской площади. Вспомним ее историю дореволюционную, послреволюционную и ближе к современности. А потом, с небольшим перерывом, мы переходим к Хлебной площади. Ну, это вообще место, где образовалась Самара, где прошли первые столетия ее истории. Впервые в этом году реализуют формат аудиоэкскурсии. Все желающие смогут скачать гид и изучить улицу Фрунзе. Кроме экскурсий, по традиции распахнут свои двери музей Самары, а также множество разных творческих организаций – театры, библиотеки, галереи, арт-пространство. Всего будет работать 61 площадка. Каждый год появляются новые формы проведения ночи музеев, поэтому посетителей ждут не только экспозиции, но и лекции, мастер-классы, викторины и многое другое. В сквере Ильдара Рязанова пройдет музыкальная программа «Спектакль-концерт 10 лет на двоих». Гости площадок увидят фильмы знаменитого кинорежиссера, а также новую картину-экскурсию о Самаре «Необычная», премьера которой состоялась на прошлой неделе. Вечером 20 мая еще одним местом притяжения горожан и гостей города станет Струковский сад. Здесь творческие коллективы расскажут музыкальные истории. Джазовые коллективы, духовые оркестры, концерт московской группы «Вива» с музыкальными историями нашей отечественной эстрады 20-21 веков. Замечательный концерт басов уже на Волге. Михаил Казаков, солист Большого театра от Арканчулия, выступят с программой и посвящением Федору Шаляпину. Во время акции в Струковском саду также пройдет атмосферный кинопоказ картин эпохи немого кино, интересные факты о которых расскажет историк кино и ведущий научный сотрудник ВГИКа Сергей Каптерев под аккомпанемент композитора и пианиста, лауреата международных конкурсов Вячеслава Шевердина. Узнать подробнее обо всех площадках можно уже сейчас на карте «Ночи музеев». Она доступна на сайте и в соцсетях администрации Самары. Кроме того, все детали акции доступны на информационных ресурсах участников. А 19 мая с 15 до 20 часов и 20 мая с 12 дня до 23.00 будет работать информационный центр «Ночи музеев» на пересечении улиц Куйбышева и Ленинградской. Волонтеры расскажут все необходимое об участниках музейного турне этого года. Во время акции для комфортного передвижения между точками проведения организовали бесплатные экскурсионные автобусы. Транспорт со специальным логотипом будет ходить 20 мая с 15 часов до половины 12 с интервалами в 15 минут. От остановки Самарский филиал Третьяковской галереи до Хлебной площади. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События. Ежегодный фестиваль «Самарская вишня» в этом сезоне собрал на сцене ДК «Заря» 150 лауреатов. Это танцоры, певцы, музыканты, играющие на инструментах от баяна до гитары. Традиционное событие прошло в городе в 16-й раз. Центральная тема гола концерта этого года – 78-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. Наши корреспонденты узнали подробности. В репертуаре музыкального коллектива «Околица» за шесть лет существования накопились самые разные композиции – от народных до авторских песен. Галоконцерту «Самарская вишня» готовились долго, упорно репетировали, рассказывает руководитель ансамбля Вера Кожакина. Изначально выбирали из нескольких вариантов, но в конце концов остановились на песне «Казаки в Берлине». Эта композиция как один из символов победы в Великой Отечественной войне для всех участников «Околица». Мы с семьей ездили до 9 мая, были на Мамаевом кургане, это очень значимо, потому что моя мама в 17 лет ушла на фронт добровольцем, двое ее братьев погибли в первые годы войны, поэтому все военные песни – это история моей мамы. Вот, поэтому вот так вот. Центральной темой 16-го фестиваля «Самарская вишня» стала 78-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. Площадкой проведения традиционно выбрали Дом культуры «Заря». На финальное выступление собрались около 150 лауреатов, всего было прислано порядка 500 заявок. Отбор компетентной жюри проводили среди видео-визиток, которые участники готовили к первому этапу. В номинациях – композиции, посвященные Великой Победе и Родине, а также русские народные и песни современных авторов. Фестиваль 2023 года точно передал атмосферу военных лет и был пропитан любовью к Отечеству, отметила директор Дворца ветеранов Ольга Баранова. Именно такие песни способны поднимать человека в атаку, способны поддержать, способны утешить. Такие песни объединяют, объединяют целые народы. И сегодня любители хорового искусства, русского песенного творчества объединены такими общечеловеческими ценностями, как Победа, как Отечество. Лауреатов фестиваля конкурса «Самарская вишня» наградили в рамках городской и муниципальной программы социальная поддержка ветеранов, инвалидов и граждан пожилого возраста. Михаил Ермоленко, Петр Поломеев. События. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Затем дорожные бригады выставят люки смотровых колодцев в один уровень с дорогой и проведут работы по укладке. Обновленная дорога по улице Флотской, которая ведет к скверу речников, будет радовать жителей Сухой Самарки. В администрации железнодорожного района состоялось торжественное вручение сертификатов на получение единовременного пособия выпускникам 11 классов самарских школ 121, 167, 132 Самарского спортивного лице. Ребят, которые воспитываются под попечительством, поздравили с окончанием школы, пожелали больших успехов на жизненном пути, а также вручили благодарственные письма попечителям за достойное воспитание подрастающего поколения. В телеграм-канале Кировского района напоминают, совсем скоро наступит пляжный сезон. Необходимо соблюдать правила безопасного поведения на воде, избегать купания в незнакомых местах и помнить, что водоемы опасны в любое время года. Также категорически запрещается купание на водных объектах, оборудованных предупреждающими знаками. Купание запрещено. Берегите себя и своих близких. Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки в своем телеграм-канале приглашает действующих и будущих приемных родителей на курс об особенностях воспитания подростков с опытом сиротства. Курс «Подростки» посвящен психологическим особенностям детей, прошедших через систему сиротских учреждений. С одной стороны, они нуждаются в поддержке и тепле, с другой – в подростковом возрасте запускаются процессы, которые ведут к взрослению и к психологическому отделению от родителей. На занятиях курса можно будет узнать, как справляться с настороженностью и тревожностью, установить и сохранить доверительные отношения, сохранить баланс между контролем и самостоятельностью. Лекции пройдут с 30 мая по 22 июня онлайн с 10 до 14 часов. На этом наш выпуск подошел к концу. Будьте здоровы и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин